Добрый день, господа. Спасибо, что принимаете участие. По традиции разбираем предыдущие рекомендации. Техническая команда делала ставку на опционную конструкцию. Покупка кол на доллар-рубль со страйком 70. Цена покупки 750. Расчетная цена вчерашнего дня была 840 рублей. Соответственно, доходность 12%. Таким образом, ставка сработала. Рекомендация нашей команды фундаментального анализа была связана с короткой позицией в валютной паре британский фунт-американский доллар. И в самый последний момент наш представитель фундаментальной команды, Артем, решил, что нужна будет еще и покупка от минимумов, если правильно мы интерпретировали его крайние слова. Таким образом, шорт был бы открыт от уровня 1.3144. Была обозначена цель в 1.31 со стопом минус 30 пунктов от точки входа. Выход случился бы по тейк-профиту из этой короткой позиции. Плюс 0.3%. Рекомендация сработала. Но вот минимумов на данный момент мы пока не видим, поскольку продолжается снижение этой валютной пары. Обязательно об этом поговорим. Но для начала, Николай, давайте обсудим вашу рекомендацию, связанную с опционами. Что-то будем сегодня сохранять? Или она отработала и мы про нее забываем? Вы знаете, на мой взгляд, опционная позиция должна быть открыта на среднесрочный период. Если у вас какая-то другая есть позиция, в том числе, это как составляющая портфеля или отдельно можно ее открывать? Ее можно сохранить. Так же, как и позицию по Сургутнефтегазу Прев. И думаю, что такого рода позиция будет актуальна еще примерно несколько дней. Основной параметр, который определяет, это динамика цен на нефть. Пока они продолжают смотреть вниз. А вот с чем связано столь мощное снижение цен на нефть в последнее время? В последние несколько дней просто, можно сказать, обвал случился на рынке. Я думаю, что здесь, наверное, боюсь показаться немножко нефундаментальным, но цены на нефть очень продолжительное время зависали вблизи 50 долларов за баррель. И вопрос был в том, смогут ли они набраться какой-то вот такой накопленной силой и двинуться дальше вверх на рост. Но оказалось, что сейчас пока склонность к корректирующему движению она перевешивает. А что стало толчком к началу корректирующего движения, с вашей точки зрения? Думаю, что, наверное, какая-то неспособность преодолеть, неспособность выйти на растущую траекторию, в первую очередь. Сейчас, на ближайшее время, такой важный уровень, это 47 долларов за баррель по нефтемарке Brent. Вот если цены на нефть после некоторой консолидации смогут пробиться вниз, то тогда откроется дорога для дальнейшего снижения. До какого уровня? Думаю, что можно говорить об уровнях порядка 40 долларов за баррель. Ну, если мы пробьемся ниже 47. Артем, а вы что думаете по ценам на нефть? Почему они снижаются? До каких уровней нам ждать вот этого движения вниз? Я абсолютно согласен с Николаем, что впереди у нас довольно серьезная поддержка. Это 45 долларов за баррель. У вас просто разница 47 и 45 в поддержке. Это все непонятно. Я даже не сомневаюсь, что мы очень скоро пробьем это значение. Дальше 45, а потом уже дорога откроется на 40. Причин очень много. Во-первых, мы видим, как сейчас трейдеры избавляются от рисковых инструментов. Нефть относится, разумеется, к их числу. Во-вторых, мы понимаем то, что растут объемы производства в рамках ближневосточного картеля ОПЕК. А как же ОПЕК и Селудовская Аравия, которые говорят о том, что в 2017 году придет к балансу рынок нефти? Ну, они говорили об этом и в 2016, и в 2015. В то же время я сейчас предлагаю все-таки отойти от этих прогнозных ожиданий, работать с фактами, с цифрами. Цифры говорят совершенно обратно. 250 тысяч баррелей в сутки плюс за прошлый месяц. Мы знаем, что также параллельно возобновляются объемы добычи в Нигерии. И Канада уже тоже не фактор неопределенности. Ну и самый важный момент, на который стоит обратить внимание, это рост количества буровых сланцевых в США. Опять же, поспособствовали этому... После очень существенного их сокращения. Тут опять же эффект низкой базы. Хорошо, вы тоже прогнозируете, что цены на нефть будут идти вниз. Давайте кратко остановимся на вашей вчерашней рекомендации по фунту. И, соответственно, что вы услышали от главы Банка Англии? Действительно, Карни вчера неожиданно, в прямом смысле, взорвал рынки. Поскольку ту динамику, которую мы наблюдали сейчас и вчера, собственно, и сегодня по фунту, она указывает на то, что было сказано очень серьезное заявление. В частности, мы дождались экономических стимулов. Ну, пусть сначала не в том формате, в котором хотелось бы их видеть, но все равно они очевидны. Банк Англии принял решение сейчас снизить норму резервирования лейкоммерческих банков, чтобы высвободить немножко ликвидности, поддержать финансовую стабильность и тем самым создать условия для роста рынка кредитования. Это очень важно сейчас. 6 миллиардов – это действительно большая сумма. И расчет какой? Если Центральный банк поддержит коммерческие банки, то коммерческие банки, наверное, по принципу цепной реакции, должны будут поддержать национальную экономику. Будет расти рынок кредитования, усилится потребительская активность, и тем самым позволит рассчитывать на более оптимальные приросты по экономическому восстановлению. Ну а тем временем фонд пустился ниже отметки 1,30. Соответственно, 35-ти почти летний минимум демонстрирует валютная пара. И, соответственно, Brexit ударил уже по британской валюте очень сильно. Ну а сейчас приступаем к рекомендациям сегодняшним наших экспертов. И начинаем с команды технического анализа. Николай, пожалуйста, ваши две минуты. Я сегодня предлагаю обратить внимание на акции компании «Лукойл». Эта компания, я напомню, является крупнейшей частной компанией в России. На нее приходится около 2% общей мировой добычи нефти и около 1% запасов, 15% объемов добычи нефти в России и примерно столько же уровень нефтепереработки. То есть это очень и очень солидная компания. Ее акции ликвидны и являются хорошим инструментом для среднесрочного и долгосрочного инвестирования. Я напомню, что акции компании «Лукойл» торгуются с момента введения индекса РТС и являются одной из ликвиднейших акций. Если посмотреть на сегодняшнюю динамику цены акций «Лукойл», то здесь можно обратить внимание, что цена пробилась выше уровня 50% снижения, который наблюдался за последние полтора месяца. И это является обычно по техническому анализу одним из факторов рассматривать эти акции для покупки. На картинке акции «Лукойла» формируется так называемый паттерн «чашка с ручкой», который тоже служит часто для продолжения роста. Я ожидаю, что в ближайший день-два мы можем увидеть новое подрастание цен акции, но здесь нужно быть осторожным в связи с приближением даты закрытия реестра для получения дивидендов. Дивидендная доходность по акциям «Лукойла» составляет 4%, соответственно, на эту сумму можно будет ожидать уменьшение цены после даты отсечки. Спасибо. Но вот давайте обозначим, от какого уровня мы совершаем покупки, а какие стоп-лосс тег-профиты. Я бы рекомендовал покупать по уровню 2,730 с целью 2,830 и стоп-лосс ставим на уровне 2,710. Спасибо. Ну вот «чашка с ручкой» у нас прозвучала, и дивидендная доходность прозвучала, и обязательно мы обсудим сегодня некие интересные индикаторы технического анализа, а пока выслушаем рекомендацию нашей фундаментальной команды. Артем, пожалуйста, ваши две минуты. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня я хочу предложить вам идею, которая связана с покупкой американской валюты против японского конкурента, то есть против иены. И приурочить эту идею как раз к содержанию сегодняшнего экономического календаря и очень важному событию для рынка. Это протоколы ФРС, последнего заседания Федерального комитета. Выйдут они традиционно поздним вечером в 21.00 по московскому времени, но уверен, что волатильность в связи с этим будет очень высокая. Какие аргументы можно использовать для того, чтобы отставить позицию по росту доллара? Во-первых, даже несмотря на Brexit, я допускаю то, что мы сможем услышать конкретики от представителей ФРС по поводу того, что американская экономика все еще готова к тому, чтобы и дальше разгонять краткосрочные процентные ставки. Может быть, фактических слов того, что это произойдет, когда именно, мы не услышим, но я буду, в принципе, как и многие участники рынка, доволен тем фактом, что такой вопрос еще остается на повестке обсуждения. Соответственно, если подобные комментарии будут сделаны, значит, у доллара появится очень неплохой триггер для локального роста. После этого останется переключиться только на американскую статистику по рынку труда. Из-за дня независимости отчеты чуть поехали вперед, но все равно мои ожидания оптимистичные. И не стоит забывать, конечно же, про оппонента доллара. Это японскую валюту и потенциальные действия, которые могут иметь место быть, соответственно, если доллар-иена продолжит тяготеть к уровню 100 иен за доллар. Соответственно, если мы дождемся валютных интервенций, то у пары USD-иена появится еще один катализатор. И, собственно, эти действия со стороны японского регулятора, они были обещаны. Просто мы их никак не можем дождаться. Возможно, текущая нагрузка на, соответственно, национальных производителей может стать как раз тем самым сигналом, чтобы они проявили решительность. Ну и традиционно, Артем, точка входа – стоп-лосс, тейк-профит. Я думаю, что будет не лишним рассмотреть возможность покупки прямо с текущих значений, поскольку они и так уже минимальны, на мой взгляд. Стоп-лосс можно отметить на уровне 99, а тейк-профит – 102,5. Спасибо, все зафиксировано. Итак, напомню, что как раз про Лукоил, когда рассказывал нам Николай, он затронул тему дивидендов и дивидендной доходности в размере 4%. Вот буквально на июль какой у нас график по закрытиям, по отсечкам. Седьмого – ТГК-1, восьмого – Ростелеком, Татнефть, Русгидро. 11-го закрывается дивидендный реестр у Мегафона, ФСК, Моза Трестов и Белком. Привилегированные бумаги Мечила также идут на отсечку в этот же день. Более того, 14-го мы увидим АФК-систему. 15-го – самое, наверное, начинается интересное. Это Башнифть – закрытие дивидендного реестра за 2015 год. 18-го – у Сургутнефтегаза, который мы рассматривали буквально днем ранее. 19-го – Россети, 20-го – июля. Вот тут тоже интересное самое – это Газпром, закрытие реестра за 2015 год. И в целом это все основные отсечки на июль. Скажите тогда, Николай, давайте возвращаться к нашим техническим индикаторам, которые мы хотели обсудить. Ну вот вы сказали про паттерн «Чашка с ручкой». Очень интересно, где там чашка, где там ручка. Рассмотреть, если вы можете на графике нам продемонстрировать. И, конечно же, технические индикаторы. Какие вы используете в своей работе? Что это за индикатор? Ну, инструментарий технического анализа, он очень обширен. Если говорить о индикаторе «Чашка с ручкой», то здесь как бы что вижу, то и пою. Если мы видим предыдущую прорисовку дна и дальше небольшое… Можете показать это на графике, чтобы на стене, чтобы было совсем понятно. Это нужно график, который мы обсуждали предыдущий. Так, ну хорошо. Давайте тогда к индикаторам перейдем. Раз «Чашку с ручкой» вы просто нам набросали, как это выглядит. Так вот, к индикаторам технического анализа нужно относиться с большой осторожностью, поскольку каждый из них, каждый из этих индикаторов имеет области применимости. Я уже как-то упоминал о том, что, например, часто используемый индикатор пересечения «moving coverage», он работает для трендовых рынков. А для рынков, находящихся в консолидации, он как раз может приводить к потерям. Если посмотреть на чуть менее распространенный, на тоже очень популярный график лент Боллинджера, то вот я хотел бы показать график лент Боллинджера для акций «Газпрома». Этот график строится из соображений того, что большую часть времени, да, вот сейчас мы видим это на экране, большую часть времени цены акций находятся внутри этого коридора. И при пересечении, при выходе из этих коридоров, как бы дает сигнал на покупку или продажу. Спасибо большое. И так напомню, фундаментальную команду на текущей неделе представляет Артем Деев, руководитель аналитического департамента «Амаркетс», команду технического анализа Николая Подлевских, начальник аналитического отдела «Экатсери» Capital Management. Это рынки позиций Елена Хрупова. Не переключайтесь. Всего вам доброго. Представители Артем Деев.